очень вкусно рекомендую ребята всем здравия ну вот мы и дома и вот наши грибочки разрезал я вот эти темные грибы которые я собирал там и говорил что это возможно другие грибы это сморчок но он тоже шляпочный просто у него форма такая вот хотя здесь вот какой то есть со шляпкой в общем он сросшийся соответственно скорее всего это обычный сморчок скажем так я их отложу пока в сторону вот буду готовить блюдо из сморчка шляпочного я уже говорил разница в том что у него шляпка от ножки спокойно отходит этот гриб не условно съедобный он съедобный хотя есть рекомендации его отваривать но это в основном на южную часть скажем так земного шара мы находимся на крайнем севере нам опасаться нечего в принципе этот гриб еще раз говорю он даже не условно съедобный поэтому опасаться в принципе нечего просто есть случаи зафиксированы в иных странах где очень легкое отравление когда его не вываривают то есть рекомендуется в этих странах выварить мы же выварить не будем мы его просто почистим замочим для чего замочим ну вот например сейчас я смотрел где-то тут на каком-то грибочки живность как-то куда-то побежала то есть всякие разные какие-то тараканчики жучки паучки сейчас эти грибы почищу чистить принципе легко и просто просто будут убирать нижнюю часть и как говорится на этом все ну и сразу его порежу грубо говоря для употребления уже и буду от воду складывать минут примерно на 15 на 20 чтобы песочек какой-то отошел какие-нибудь насекомые какие здесь есть тоже немножко по всплывали по убирались вот гриб довольно таки чистый поэтому ничего такого страшного нету вот такой он в разрезе вот многие знают скорее всего видели вот сильно мельчить их не буду так на четыре части буду резать и хватит и соответственно будем готовить вот сейчас еще большой разрежу чтобы видно было какое внутри то есть он пустотелый здесь типа ватка то есть это вот обычный строчок шляпочный так называемый самые первые грибы какие у нас пошли буквально я уже говорил в том ролике когда собирал буквально недавно был снегопад как два дня растаял этот снег и мы съездили посмотреть в одно место и в нет таких грибов в общем только пока в одном месте растут и более сухо и где более солнечно вот как раз немножко песочка есть вот это вот я сейчас буду помощью воды отделяющего на зубах ничего не хрустело готовить я буду скажем так немножко необычно с другой стороны в принципе это обычный способ для этого нам понадобится луковица 1 грамм 100 сыра сыр обычно классический сливок где-то грамм 200 сольную немножко зелени а на гарнир я сделаю гречку как раз вот это сочетание будет типа получится такой некий соус я ужаривать не буду накрывая крышкой гриб отдаст свою воду естественную и плюс сливки добавится и будет он как был как будто бы в соусе соответственно гарнир именно гречка подойдет очень и очень хорошо тем более думаю как и у всех гречки сейчас много многие закупились и вот мы тоже пачек 10 на она купили гречка есть и будем ее использовать а другую часть грибов я наверно все не буду готовить я пожарю уже более или менее скажем так сухую без особо каких-то добавок и как раз подойдет гарнир картошка например как вот обычно классический способ у многих людей под картошечку у нас уже есть ролик видимо жарили с марчки с картошкой немножко тоже другим способом кто не посмотрел ссылочку дениска вставить и посмотрите другой рецепт сморчков так я первую партию уже грибов дуршлаги праву масло я налил немного я не знаю там грамм 50-30 и сначала я буду лук обжаривать немножко не как привыкли делать но это тоже один из способов готовочки объясню для чего это делается когда лучок будет более или менее золотистый он получит свой вкус и вот в этом пусть и мы будем жарить наши грибы они так как обычно например жаришь грибы и ужариваешь и потом добавляешь туда лучок здесь будет немножко по-другому все а также я приготовил на терочке сыр не весь сделал тут у нас была половинка короче я сделал где-то одну треть не знаю грамм наверное 70 и 3 чесночина я забыл в конце буду добавлять сейчас я домой грибы немножко тороплюсь кушать очень хочется уже гречку также помыл залил водой как раз будет набухать это же буквально немножко времени понадобится чтобы она сварилась вот на дуршлаг грибы положил и также промываешь то есть немножко не минут двадцать постояли просто в воде и еще есть промоем для танца для того чтобы песочек грибы переворачивались песочек чтобы вышел тараканчики всякие тут плавали первый раз когда я сливал какие-то веточки листики маленькие в общем по чуть-чуть по грибочки наши стали очень чистыми хотя вот травинка еще есть у травинка на зубах хрустеть не будет такой способ придаст определенный вкус грибам а чесночок в конце добавить свой пикантный вкус и все это как ни странно будет очень сильно сочетаться лучок я сразу подсолю щепоточку все делается на глаз но луковица крупная была для чего я так делаю потому что ну порцию всех разный у нас будет большая порция кто-то может быть поменьше сделать вот принципе вкусовой качеств никак гриб не потеряет потому что мы его наоборот насыщаем сейчас разными ингредиентами и того вкуса гриба когда вы жарите просто без лука вот на масле как как сказать как это в принципе принято то есть гриб жарится просто на масле этого пути не будет мы ему придаем насыщаем гриб напитываем его разными вкусами будет вот такой вот в итоге в целом вкус лучок у нас подошел вот смотрите как раз вот он не сильно ужарился но уже такой золотистый и все я начинаю выкладывать грибы грибы ужарятся и сейчас вроде бы как будет много но они уже как купе их уже сразу сейчас немножко с луком смешаю попереворачиваю чуть-чуть крышкой накрывать я не буду чтобы быстрее выходил выходила влага лишняя чтобы они как бы не варились все-таки ожарились ну говорится не все равно будут потому что буквально не знаю там через три минуты 4 они усядутся и будут в своем бульоне кипеть вот уже поймут смотрите сколько бульона появилась ну в таком духе мы будем сейчас пока жарить до по времени а потом скажу сколько жарились но это в принципе как визуально надо смотреть где-то примерно минут на 10-15 мы будем жарить потом я буду добавлять остальные ингредиенты так ну и чё я наверно включу гречку сразу пускай варится гречка также сразу и посолю гарнирчик гарнир можете также сделать вот к этому блюду и рис и те же макароны то есть все что угодно все сочетаться будет уже проверено вот пять минут прошло смотрите как как будто бы уже прям все бульона и грибов то уже нету жарится будет немножко немножко так и вот эту пенку я собираю сейчас соберу и уберу тоже там может быть какой-нибудь мелкий мусор в общем она нам тут не особо нужна ну так без фанатизма конечно но убрать надо заодно немножко воды вычеркать а тут до утра будем ждать пока все выпарится запах уже очень хороший вот этот лук придает запах смешался с грибом очень вкусно смотрите практически все уже ужарилась воды практически нету осталось немного то есть чуть-чуть совершенно я добавляю сливки слева тут наверное вот так сколько-то грамм где-то 100 получается сейчас мы еще зальем где-то еще грамм 100 вот так вот то есть почти они скрылись грибы ну и почти скрылись вот этого достаточно под любую порцию скрываете грибы сливками и жарим так примерно еще минут пять-семь как бы варятся они в сливках подсорительные ночью да кстати соли посолим соль по вкус тоже как кому угодно так гречка готова даже я по-моему чуть-чуть пропустил и и выключаем все как гарнир у нас готова сейчас я маслица сливочную сливочную и хороший нет нет надо будет помешивать ребят это все дело потому что слегка имеет свойство маленько прибирать сковородку у нас обычная чугунная если у кого-то другая то там уже смотрите по состоянию ну у нас где-то минут пять-семь пожарились грибочки сливках постоянно практически помешивали сейчас добавляем тертый сыр сыр тоже ребята по вкусу особо сильно здесь разница не играет это такой не сильно по куче запахи не передаются ну так вам говорю что есть сыр который очень сильно пахнет и есть которая не очень сильно пахнет и сразу же начинаем смешивать тоже довольно таки недолго это все делается минутки наверно две хватит добавляем чесночок предварительно порезал три зубчика в средних больше не надо и тоже сразу его замешиваем вкус отдавал буквально минутку и все блюдо готово такой аромат прямо непередаваемое очищение где-то на минутку потомиться под крышечку поставлю пусть постоит чуть-чуть и будем дегустировать а кушать уже очень сильно хочется по лесу побегали сергеем аппетитно гуляли и сейчас я его этот аппетит забью очень хорошим вкусом еле дождался прям такие запахи аппетит еще больше усилился у меня сейчас дегустацию проведу очень вкусно рекомендую ребята блюдо очень вкусно очень насыщенная сочная такой способ подходит к разным грибами ребята мы пробовали уже делать очень вкусно получается так что берите этот рецепт себе на заметочку репостите себе на страничку в соцсети а также пишите комментарии своих каких-то рецептов по приготовлению разных грибов включая сморчков и ходите соответственно в лес собирайте грибы и делайте свежие полезные блюда а я вам желаю всем здоровья счастья мира в дом и будь добрым